Для микрорайона Южное открытие храма стало событием особенно знаковым. В бывшем военном городке своей церкви никогда не было, и людям приходилось преодолевать немалые расстояния для того, чтобы помолиться или получить благословение. Строительство храма в честь святых благоверных князя Петра и Февронии Муромских продолжалось на протяжении нескольких лет. Сегодня небольшая церковь стала местом объединяющим. Город Брест является центром духовенства, и со стороны органов власти на всех уровнях очень активно поддерживается позиция именно священнослужителей. Мы видим, что город наш активно развивается, и с активностью развития города происходит, конечно же, и строительство наших храмов. Сегодня, конечно, для города Бреста это тоже событие, это тоже большой праздник, то, что именно был освящен данный храм в Южном городке. Со стороны духовенства очень активно принимается участие именно в воспитании нашей молодежи. Когда в мире творится и много разных видов соблазна, нас где-то это сдерживает, мы придем в храм, одумаемся, и, конечно, не совершаем те поступки, которые не надо совершать. Святые Петр и Феврония, в честь которых освящен храм, являются образцом христианского супружества. В православии они символ искренней, чистой и светлой любви. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день, приняв перед этим монашеский постриг. Сегодня у них просят благословение, вступающее в брак. В торжественный день общая молитва сплотила всех тех, кто пришел порадоваться этому важному событию. Поздравляю всех нас с великим событием в жизни этого прихода, в жизни города, в жизни епархии, в нашей ДАИФСИ, в нашей Белорусской Церкви. Это великим событием освящения храма. Зажглась еще одна духовная лампада в нашем городе. Можно сказать так, мы пустили на воду плыть по бурному житейскому морю духовный корабль, который будет плыть, несмотря ни на какие штормы и бури по бурному житейскому морю, и поведет нас по пути к Богу. Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских стал своеобразным символом единения. Его строительство успешно завершилось благодаря помощи предприятий, организаций, а также неравнодушных людей. Следующим шагом должно стать становление приходской жизни, формирование его уклада и распорядка. Субтитры создавал DimaTorzok